Близится к концу третья недельная мирная акция и протеста азербайджанских экоактивистов на дороге Ханкенди-Лачин, где временно базируется российский миротворческий контингент. Участники выступают против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана и отказов допуске азербайджанских специалистов на территорию для проведения мониторинга. Несмотря на морозную погоду, экоактивисты продолжают мирную акцию и в ночное время. Демонстранты намерены стоять до конца, пока их требования не будут выполнены. Съемочная группа телеканала CBC отслеживает ход мирной акции и прямо сейчас на прямую связь со студией выходит наш коллега Сулейман Калимулин. Сулейман, здравствуй. Какие у тебя новости к этому часу с места проведения мирной акции? Добрый день, Лидия. Да, съемочная группа CBC с самого начала находится здесь, на месте события, а именно на отрезке дороги Шуша-Ханкенды. Я напомню, что сегодня 16-й день мирной акции и протестов, в которой принимают участие гражданские лица, экоактивисты, волонтеры, представители неправительственных организаций. Акция буквально не останавливается ни на минуту. Как вы правильно отметили, мы находимся в Шушее, здесь горный рельеф, температура ночью достигает минус 2-5 градусов, и несмотря на холод, на мороз, временами даже шел снег пару дней назад, активисты продолжают акцию, они говорят, что акция будет продолжаться, пока все требования не будут выполнены. Напомню, что причиной акции стало воспрепятствование со стороны армянских сепаратистов проведение мониторинга на месторождениях полезных ископаемых Дамирли и Газелбулаг. В Дамирли непосредственно добывается молебеджа, амбулаги, золото. И именно это, а также экологический террор, экологический геноцид, царивший на территории Карабаха на протяжении 30 лет, протяжении всей оккупации. Это стало причиной данной акции. Активисты требуют прекращения экологического геноцида, стоп-экотеррор, стоп-экологический геноцид, бережем природу. Именно эти лозунги чаще всего здесь слышны. И активисты не раз отмечали, что будут продолжать данную акцию, пока их требования не будут выполнены. Как вы видите, сейчас вот за моей спиной активисты скандируют лозунги. Мы находимся здесь весь день. И отмечу, что скандируют лозунги они буквально весь день. То есть, несмотря на усталость, на холодную погоду, активисты стоят и требуют своего. Отмечу, что на протяжении 30 лет армянские сепаратисты проводили экологический геноцид на территории Карабаха. Постоянная вырубка лесов, незаконная эксплуатация месторождения полезных ископаемых, водных ресурсов. Все это царило на протяжении 30 лет в Карабахе. И даже после окончания Второй Карабахской войны, в результате которой Азербайджан смог восстановить территориальную целостность своей страны, армянские сепаратисты продолжили экологический геноцид. Регулярно сбрасывались химические ядовитые вещества в реку Охчучай. И данная проблема не только для Азербайджана, но и для всего региона, потому что природа, экология в Южном Кавказе одна. И нарушая природный баланс в Азербайджане, нарушается природный баланс также и в соседних странах. В целом хочу отметить, что, несмотря на то, что уже третья неделя подходит к концу, настроение у активистов позитивное, настроение приподнятое. На протяжении этих трех недель прошел целый ряд флешмобов. Напомню, что первый флешмоб был отпуск 44 голубей в небо. Очень символичный флешмоб, потому что голубь является символом мира, а цифра 44 была подобрана, так как столько дней длилась Вторая Карабахская война. Также был флешмоб с свечами, как активисты выложили надпись «Стоп эко-террор». Помимо этого была мозаика. Активисты собрали мозаику из кубиков рубиков с призывом сохранять природу, прекратить экологический геноцид. Помимо этого отмечу, что также активисты неделю назад смотрели здесь чемпионат мира, был установлен большой экран. Финал чемпионата мира также показывали в Шуша. Активисты стали свидетелями, как Аргентина стала чемпионом мира в 2022 году. Отмечу, что также во время данной акции, акция длится уже третью неделю, армянская сторона традиционно выпускает фейковые новости, якобы о том, что дорога здесь перекрыта, но мы сами являемся свидетелями обратного. Практически каждый день проезжают автомобили, как скорой помощи, так и колонны российских миротворцев. И данная новость является фейковой. Напомню, что помимо этого, армянская сторона также выставляла фейковые новости, якобы о том, что здесь присутствуют лица, как-то влияющие на миротворцев, оказывающие психологическое давление. Это также является фейком. Как вы видите, здесь только активисты, волонтеры, которые никакой угрозы не предоставляют. Мы также сегодня пообщались с ними, спросили их мнение о данной акции, их настроение. Давайте послушаем их. Наша главная цель – предотвратить эко-террор. Нас объединяет общая цель – постоять за нашу природу. Ни погодные условия, ни отсутствие нормального сна, ни препятствия для нас. На протяжении всех этих дней волонтеры принимают активное участие в акции. Ничего не может помешать нам, ни погода, ни какие-либо другие факторы. Мы будем выражать протест до тех пор, пока все наши законы и требования не будут выполнены. Уже 16 дней, как мы находимся здесь, несмотря на снег, мороз, у всех приподнятый дух. И мы будем здесь до тех пор, пока не добьемся своего. Я напомню, что данная акция длится уже третью неделю, именно 16-й день. Активисты продолжают скандировать лозунги с призывом остановить экологический геноцид на территории Карабаха. Продолжаем держать вас в курсе событий. Передаю слово вам, Лидия. Большое спасибо, Сулейман. Будем ждать от тебя новостей. Я напомню, на прямую связь со студией выходил наш коллега Сулейман Калимулин. Продолжаем.